Привет, это Гриня, новый перевод видео уже тут, не забываем подписаться на мой канал, а смотрим сегодня обзор 600-сильной RX-7 Джеймса Гина. Не забывайте отметиться у него на канале подпиской и по желанию активировать колокольчик. Как дела, народ? Добро пожаловать на канал! Сегодня мы работаем над Falcon Tires RX-7, готовим ее для возвращения на трек и устанавливаем кое-какие улучшения, пока мы на простое. А заодно я расскажу о ней, покажу новые детали, которые мы поставим и, конечно, немного истории, зачем мы построили эту машину почти 11 лет назад. А еще пройдемся по изменениям и историям за это время, начиная с первой версии этой тачки и до того, чем она сейчас стала. Сегодня мы займемся заменой и улучшением системы охлаждения интеркулера с силиконовыми шлангами и подобными вещами. В этом году у меня новый партнер, FMIC Euro Union, зашли в команду и поддерживают нас большим количеством своих продуктов на все наши машины. Но пока мы начнем с RX-7, установим интеркулер и радиатор и свежий силикон. Эта машина ездит уже достаточно лет, так что хорошо, ну, знаете, перейти на новые детали. Качественные детали и показать вам это все, пока толком больше нечего здесь делать. Ну, сейчас увидим, как все это пойдет. Перед установкой всех этих деталей, если вам, ребята, интересны такие вещи, на FMIC EU по коду JamesDean130 есть скидка на некоторые позиции. Конечно, там и радиаторы, и интеркулеры, и силиконовые шланги, и соединения. Их там много разновидностей, хомуты, пайпинг и подобные вещи. Ссылка в описании к видео на канале Джеймса. И, как он говорил ранее, детали хорошего качества, очень приятные люди, и используем мы эти детали уже достаточное время, даже на проектах таких, как World House S15, Formula Drift. Такие дела, давайте уже переходить к установке этих железяк, а там уже дойдем до истории RX-7. Итак, радиатор готов к установке. Здесь у нас кастомное место для вентилятора охлаждения, и оно точно подходит для этого вентилятора на вискомуфте от Skyline. У этой машины вообще нет проблем с охлаждением. Были раньше до того, как мы перешли на эти компоненты охлаждения в комплекте с вентилятором на вискомуфте для этого мотора. Итак, все готово, и на месте, и начинаем установку. Итак, радиатор на месте, надо затянуть эти хомуты, когда он встанет в свое конечное положение, накинуть кронштейны креплений, и мы, собственно, можем переходить к интеркулеру и новым силиконовым соединениям. Вот он интеркулер. Ставим его на место. Надо поставить его на нижние крепления, а не там снизу. После этого можно ставить пайпинг, силикон и в конце кронштейны. Это достаточно простая установка по размещению интеркулера и радиатора, но одна важная деталь. Нужно хорошо очистить сам пайпинг. То же самое с выходом интеркулера. Проверьте на чистоту силикон. Я обычно для этих целей использую брейк-клинер. Просто пшикнуть вовнутрь, потом протереть там все внутри. Это для того, чтобы убедиться, что там не осталось масла или чего-то скользкого, так как это может привести к неожиданному срыву пайпинга. Небольшая такая деталь, которую мы делаем много лет, так как это частое явление, когда слетает пайпинг, и чаще всего связано с тем, что чувак, что собирал, не очистил внутренности пайпинга. Такая вот мелочь. Интеркулер и радиатор стали на свои места. Новый силикон FMIC на месте. Хомуты на месте и затянуты. Осталось поставить фиксатор, привязывающий интеркулер и радиатор к кузову. Новый фильтр K&N. Да и, собственно, на этом все. Заведем ее и можно спускать с подъемника. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова И так мне много раз задавали Почему я выбрал постройки RX-7 И почему мы используем в ней мотор SR-20 вместо ротора Так чтобы покороче В 2008 году меня пригласили на чемпионат мира Red Bull в Лонг-Бич, Калифорния При участии в Формулы Дрифт Это был невероятный опыт Мне было 16 или 17 лет тогда Мы отправили туда мою старую S14 Это не та, что сейчас в Falken Tires Предыдущую Поехала она в Штаты и отъездили этот ивент Но вылетел я очень рано Неплохо тогда разложился там же Тачка задержалась в Штатах А новый сезон очень быстро приближался Мы знали, что S14 не успеет приехать со Штатов А даже если бы приехала вовремя Времени на ее восстановление после крэша уже не было У моего брата была Мазда RX-7 И именно вот эта тачка, что сзади В ней был сгоревший роторный мотор И мы по большому счету за несколько месяцев Собрали тачку Засунули туда мотор SR-20 Мы построили машину с минимально доступным бюджетом тогда Много друзей и вся семья помогала собирать Чтобы успеть вовремя к сезону А собственно причина, почему там SR-20 В том, что у нас было очень много опытов К тому времени в работе именно с этим мотором А бюджета совсем не было На эксперименты и изучение чего-то нового Было принято решение оставаться на знакомой конфигурации И использовать SR-20 Попытаться построить тачку как можно быстрее Чтобы выкатить ее на трек На этом можем перейти к самой машине И рассказать некоторые этапы, через которые она прошла за эти годы Итак, это Mazda RX-7 Построили мы ее в 2009 Она была фиолетовой до 2011 Потом перекрасили ее в красной 2012 А с 2013 она в дизайне Falcon Tires Который на этой машине смотрится просто бомбезно Наверное, эта машина мне больше всех нравится из моего гаража Такая агрессивная Такая широкая, такая жирная Быстро пробежимся по спекам Сзади топливный бак Radium Стандартный диф и стандартные полуоси Которые показали себя Я сломал всего лишь один дифференциал С момента постройки этой машины И это точно заслуга однодискового сцепления ACT, которое сейчас легко работает с 600 силами Один диск и пружины делают его намного мягче Дальше мы используем Кайловеры BC Здесь машина на BC Кайловерс с 2013 года И это тот же самый кит с того временем Бодикит здесь кастомный от AeroKid Ребята из Великобритании перенесли в жизнь с зарисовки Этот уникальный набор Вы знаете, немного машин его используют И сделан он был специально для меня еще в 2013 Тиски от 720 с покрышками Falcon, конечно же Сзади крыло BCL выглядит бешено Она на ViceFab Я, кстати, был первым, кто протестировал ViceFab на RX-7 И это тот самый прототип стоит на машине Выворота здесь хватает Кстати, сейчас колесо не полностью вывернуто Сможете оценить его использование санборда, который я вставлю вот сюда Стоп! И это тот же самый прототип И это такой прототип И это тот же самый прототип Если посмотреть спереди, машина все еще выглядит супер агрессивно Теперь выворот можно увидеть с этой стороны Безумная штука И да, этот SR20 тоже прошел несколько этапов Сначала мы построили стандартные 2 литра на комплекте тюненных шатунов и поршней А также распредвалов Потом мы поставили туда строкер от Брайан Крауэр годой так в 2010 Проехали на нем пару лет Ну на 2,2 литра в смысле А вообще мы использовали несколько разных вариантов этих самых 2,2 литра от Брайан Крауэр И потом для последнего Red Bull Drift Shifters мы поставили уже этот конфиг Мы пришли к Mazworks 2,4 литра И собственно спек мотора следующий Это 2,4 литра на поршнях и коленвале от BC Поршни с повышенной степенью сжатия Головка Mazworks VVL Отсечка на 9600 лошадиных сил Очень веселая машина в рулежке Очень приятно И это все на турбине 3076 Вистгейт Турбосмарт И очевидно на установленных сегодня FMIC интеркулере радиаторе силиконе Очень крутая тачка вышла Впускной коллектор Mazworks Немного грязно в подкапотке, но все отмывается при первой же мойке И надо помнить, что кузов красился добрых пару лет назад Надо бы обновить, но, слушайте, по наружке-то выглядит абсолютно безумно Переходим во внутрь машины У нас здесь сиденья Carbo И стоят еще с... Кстати, это мой первый набор ковшей от Carbo Карбонокевларовая серия Они здесь стоят с 2013-го Крутой алюминиевый руль Едем мы на пятиступке Secventali Samsonos Обычный гидравлический ручник Здесь, собственно, тоже все обновлялось пару лет назад Ну, собственно, как вы видели, уже снаружи Но при этом качество веселья от езды на машины на высоком уровне Я использовал тачку для соревнований в 2009-м В 2010-м я выиграл на ней ирландский младший чемпионат А в 2011-м я уже ездил в Low Brain Drifters в Европе Уже на EPS 13 В 2012-м я опять пересел в эту В 2013-м мы опять выиграли ирландский чемпионат И потом уже построили Falcon Tires S14 Вот так вот, замечательная машина сейчас Это моя любимая машина для показаловок Хорошо подходит для ивентов типа Drift Shifters Или Falcon Tires Nürburgring 24 часа шоу Да и других шоу для Falcon Tires Потому что выглядит она достаточно круто Отличается от остальных И людям очень сильно нравится эта машина Каждый год мы ставим на нее какие-то новые детали Всегда идут какие-то доработки Надеюсь, вам, ребята, понравилось видео этой недели По работам по машине и истории этой тачки Это точно одна из моих самых любимых машин С ней у нас много сентиментальных воспоминаний На следующей неделе мы займемся еще чем-нибудь Пока не знаю чем Но несколько интересных событий будет А значит будет о чем поговорить Много времени провожу здесь в гараже И мне нравится вам рассказывать о том, что здесь происходит Перевод для вас сделал Гриня Наградите меня и Джеймса вашими лайками Подпиской, колокольчиком До следующих видосиков Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому